Конечно, для того, чтобы оценить роман Анны Каренина в должной мере, необходимо прочитать его самому. Понять суть мотивов, поступков, переживаний, наваждений и всего сложного, что проживает человек в сложные минуты своей жизни. Понять всю эту круговерть можно только наблюдая медленно, степенно за развитием сюжета, за поступками героев. Поэтому ни в коем случае не нужно ориентироваться на чье-либо частное мнение, в оценке самого романа или его героев, оценка любого человека, даже самого знающего, слишком субъективно, чтобы на нее можно было положиться. Сегодня на очереди собственной персоной. Этого молодого человека, офицера, а по мнению некоторых представителей высшего света, офицера блистательного, читателей, да и не только читателей, воспринимает в большинстве своем как героя романтического, утонченного. Но это заблуждение. Баронесса, а вы купите красивый нож, приставьте ему горло. Вот так. Так вы советуете нож и горло? Непременно. И так, чтобы ручка была поближе к губам, он поцелует вашу ручку и все станет замечательно. Итак, Алексей Вронский, блестящий военный, богат, скорее всего его ждет хорошая карьера, в общем, блеск, а не пара для любой молодой девушки. Давайте возьмем у себя смелость, наглость и расскажу вам про Вронского. Первое его настоящее представление, настоящее, а не то бла-бла-бла великосветских дур про блестящего военного. Что вообще пожилые леди могут понимать в военном деле? Откуда они знают, блестящий он военный или нет? Разве что блестящий в том смысле, что он блистает на балах? Я вам чуть позже расскажу, какой он военный. Лев Николаевич представляет его во всем военном блеске. Едут два веселые молодые человека. Разумеется, офицеры вашего великолепного полка. Первое его представление происходит во время его размышления о молодых девушках на выдании. Его огорчает, даже расстраивает тот факт, что он не может с ними просто так развлекаться. И то, что девушки ждут от него предложения руки и сердца. Это ему не нравится. Действительно, как-то странно устроен мир. По Вронскому он должен выглядеть сильно веселее. Вино, приемы, женщины, лучше благородные молодые девушки из хороших семей. И к черту всякие узы. Мы вас здесь женили! Не правда ли это характеризует Вронского как очень умного молодого человека? Потом он встречает Каренину, влюбляется, начинает носиться за ней, похоже, просто наплевав на свои обязанности по военной службе. Блестящий военный. В итоге он ее соблазняет, и они начинают жить вместе, зная, насколько сильно Анна любит своего сына, как она страдает, как мучается, как корежит свою жизнь, не беря развода, только ради возможности видеть сына, Сережу, хотя бы изредка. Так вот, в полной мере, понимая всю глубину драмы, Вронский предлагает Анне решить вопрос с поистине солдатской мудростью. Как полководец жертвует подразделением ради спасения другого подразделения, так и Вронский, проразмыслив своим могучим солдатским умом, предлагает Анне отказаться от сына ради него, Алексея Вронского. Он потрясающе умен. Нет, правда, на манеже так пахнет. Примеров такого рода в романе предостаточно, я не буду утомлять тебя, дорогой зритель, повторением одной и той же мысли. На сладкое. Вронский блестящий военный. Как военный, он предстает перед нами всего два раза, если не считать, конечно, его появление на балах в офицерском мундире. Первый раз он участвует в скачках. Как это произошло? Минут сел на седло во время прыжок. Блестит! Он сломал спина, фруфру. Обладая лучшей лошадью в России, а то и в Европе, которой представлен личный тренер, специально выписанный из Англии, он умудряется скачку проиграть самым позорным образом. Он ломает своей лошади спин. Случайность, скажете вы. И правда такое возможно. Тогда давайте рассмотрим второй эпизод, в котором Вронский встречается с оружием. Он стреляется. Стреляет из пистолета себе в сердце. И знаете что? Он промахивается. Стреляет себе в сердце и промахивается. Причем он, похоже, действительно хотел застрелиться. Это не поза. Он просто идиот. Полагаю, что если бы Каренин решил сам дуэль, у него все же были бы шансы. Но откуда Каренину знать, какой идиот Вронский? Помните Корнета Плетнева из фильма Эльдара Рязанова о бедном гусаре «Замолвите слово». Только великолепные манеры отличают Вронского от Плетнева. О хорошем воспитании, которое приписывает Вронскому, говорить не стану. Воспитан он плохо. Плохой матерью, которая до определенного момента любуется тем, как сын заводит интрижку с женой высокопоставленного сановника. Если бы это была блестящая, грациозная, светская связь, но тут, как мне рассказывали, какая-то отчаянная страсть. Резюмирую, все, чем может похвастать Вронский, это привлекательная внешность, которой наделила его природа. Извините меня, я не узнал вас. Да и наше знакомство было так коротко, что вы, верно, не помните меня. И хорошие манеры. Все, в остальном, имея все возможности для личностного, как сейчас модно говорить, роста, Вронский просаживает свою жизнь, изображая из себя пылкого влюбленного. И когда ему это немного надоедает, пытается стать влиятельной фигурой. Борьба, черт возьми. Никак не ожидал, что это дело выборов так займет меня. При этом влиятельной фигурой он хочет стать не для того, чтобы провести в жизнь какой-то проект, реформу или еще что-то важное для окружающего мира. Влиятельной фигурой он хочет стать просто так. Потому что он граф, потому что он Вронский, ну не сидеть же ему на даче. Никчемный и бессмысленный субъект. Тяжело. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. И любите своих близких. Удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok